Добрый вечер, в эфире Вести, Крачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня во Дворце культуры Черкесской прошла встреча главы Крачао-Черкесии Рашида Тимрезова с волонтерами, которые в разгар пандемии оказывали огромную помощь людям. Все активисты внесли огромный вклад в организацию работы общероссийской акции «Взаимопомощь и мы вместе». Аслан Гирюгов продолжит тему. Волонтерами нашей республики была проделана огромная работа, отметили на встрече. В разгар пандемии они шили маски, развозили продуктовые наборы, помогали медикам в больницах, а также пожилым людям, которые не могли выходить на улицу. С самого начала волонтеры стали инициаторами и участниками важных проектов. На самом деле меня очередной раз порадовала сплоченность наших жителей, всех без исключения представителей, всех народов наших, проживающих на территории Крачао-Черкесии. Всех народов нашей республики. И на самом деле мы с вами понимаем, что действительно в единстве наша сила. Я хочу представителей всех общественных организаций, которые сегодня занимаются благотворительной помощью, поблагодарить за то, что вы это начали делать не в 2020 году, а делали это и раньше. Я уверен, что продолжится делать это и в будущем. Также стоит отметить, что большую помощь людям оказывали общественные организации и благотворительные фонды, которые начали свою работу задолго до начала пандемии. За все заслуги всем присутствующим волонтерам и активистам вручили благодарственные письма. А они, в свою очередь, выступили с различными предложениями и инициативами. На самом деле я считаю, что волонтерство у нас было всегда. Просто каждый для себя воспринимает волонтерство как новое какое-то течение. Волонтерство, по сути, это то, что в нас вкладывается с самого детства. Поэтому то волонтерство, которое сейчас активно пропагандируется, конечно, это более обширное, более глобальное понимание, это более официальное название. Но, по сути, я думаю, что каждый житель республики нашей в душе, в первую очередь, конечно же, волонтер. То есть человек, который всегда может прийти на помощь и сделать эту помощь бескорыстной. Своей безвозмездной помощью волонтеры доказывают, что именно в тяжелых жизненных ситуациях люди могут сплотиться и помочь друг другу. Также они являются примером для молодых людей, которые в будущем продолжат их благое дело. Аслан Грюков, Али Басанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В рамках договоренности главы республики Рашида Темрезова с руководителем компании «Отисфарм» по социально-благотворительной программе в Карачаево-Черкесию поступили 15 тысяч упаковок лекарственных препаратов для профилактики и лечения ОРВИ. Об этом сегодня в ходе торжественного награждения волонтеров сообщил Рашид Темрезов и вручил сертификат на получение препаратов «Орбидол» и «Генферон Лайт». В помощь нуждаются не только заболевшие, но и врачи, которые каждый день контролируют, контактируют с пациентами и находятся в группе высокого риска. «Мы прикладываем максимум усилий, чтобы защитить всех граждан Карачаево-Черкесии», отметил министр здравоохранения Казим Шаманов. В России продолжается массовая вакцинация. Ее темпы во многих регионах на порядок возросли. В Карачаево-Черкесии более 10 тысяч человек сделали прививку от COVID-19. Почти половина из них – люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, сообщают в Минздраве республики. Более того, 55% от общего числа вакцинировавшихся жителей получили второй компонент вакцины «Спутник Ви». «Надо прививаться. Вот под этим понятием или пониманием я пошел. Не только я сам. Мы вместе с женой пошли, привились. А потом спрашивали нас соседи, другие встречные люди, как вы чувствуете себя. Ну, никаких симптомов я не ощущал». «Обязательно сделать эту прививку. Обязательно. Всем надо делать». «Я думаю, что важна для людей вакцинация. Если бы не была важна, страна наша попросту бы так не отнеслась бы серьезно. Нужна, конечно». И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 590 человек. Из них 18 455 выздоровели, 123 человека госпитализированы. МЧС предупреждает. В горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В горах также будет снег, ночью и утром туман и гололед. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночи минус 1-6. В горах до 12 градусов мороза, а днем плюс 4, плюс 9. В горах местами будет до минус 2. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4, днем 5-7 градусов тепла. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену. Человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. Коллектор жми на тормоза. Закон экономики. Чем глубже кризис, тем сильнее плодятся коллекторы. Арифметика проста. Берем закредитованность населения. Добавляем экономическую нестабильность. Умножаем на безработицу. И получаем растущую с каждым днем армию должников, не способных расплатиться по своим займам. Поэтому и логично, что растет число тех, кто должен выбивать эти долги. С 2016 года законодательством установлены правовые основы для данного вида деятельности, направленные на защиту прав и законных интересов должников. За правомерностью деятельности коллекторских и микрофинансовых организаций следит Федеральная служба судебных приставов. Заместителем главного судебного пристава республики встретилась Фатима Даурова. Много лет коллекторы были вольными стрелками и никому не подчинялись. Методы их работы с каждым годом становились все грязнее и изощреннее. Особо ретивые выбивали должникам окна, угрожали расправой, звонили родителям, бывали случаи нанесения вреда здоровью. Сейчас за деятельностью коллекторских организаций в соответствии с действующим законодательством следит Федеральная служба судебных приставов. Управление Федеральной службы приставов по Карачао-Черкесской республике контрольные функции осуществляет в виде проверок. Проверки могут быть плановыми, внеплановыми, либо документарными. Проверки внеплановые могут назначаться при поступлении жалоб, обращении граждан. В целях проверки достоверности, изложенных в них фактах. Права и обязанности коллекторов четко прописаны. Количество звонков и текстовых сообщений строго регламентированы, как и время обращения. Личная встреча может состояться только один раз в неделю и то по предварительной договоренности. Право переуступки долга должно быть прописано в договоре, и должник-гражданин должен обязательно быть уведомлен в письменной форме. Они не имеют права скрывать свой номер телефона, свое имя и название агентства, раскрывать информацию о займе третьим лицам, представляться сотрудникам госорганов, описывать имущество, брать в руки деньги. Все расчеты должны проходить через банк. И, разумеется, никакого физического насилия. И мало кто знает, что в случае возникновения конфликтных ситуаций гражданин-должник может отказаться от взаимодействия с коллекторами и микрокредитными организациями. Должник-гражданин на любой стадии взаимодействия с коллекторской организацией либо с микрофинансовой организацией может отказаться от такого взаимодействия путем направления соответствующего уведомления в организацию взыскателя-кредитора. Каким образом направлять? Можно одним из трех способов. Через нотариуса с заказным отправлением с уведомлением о вручении либо вручить под роспись представителю коллекторской организации либо микрофинансовой организации. С момента получения коллекторская организация должна прекратить любое взаимодействие с должником. По обращениям граждан Федеральная служба судебных приставов уполномочена проводить проверки. Так, например, с начала текущего года одна из микрокредитных организаций уже привлечена к ответственности за нарушение действующего законодательства. Буквально недавно гражданин обратился с жалобой Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачао-Черкесской республике, на основании чего должными лицами управления было проведено административное расследование, собран весь подтверждающий материал нарушений. Нарушение заключалось в том, что микрофинансовая организация нарушила порядок общения с должником, то есть направила более двух смс-сообщений в день. Помимо этого, проинформировала образовавшуюся задолженность работодателя данного гражданина, что также является нарушением действующего законодательства. После обращения с жалобой и рассмотрения проведения административного расследования должными лицами был составлен протокол. В данном случае суд признал микрокредитную компанию виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В случае, если возникли претензии к работе коллекторов и микрофинансовых организаций, граждане могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов по Карачаево-Черкесии письменно, подав заявление через интернет-приемную или позвонив по номеру 21 39 23. Одно из средств повышения уровня педагогического мастерства – профессиональные соревнования. В Черкесске на базе детского сада «Юные капитаны» прошел один из этапов конкурса «Воспитатель года России-21». На первом уже определили 12 финалистов, и это только начало пути до финишной прямой. Как подготовились воспитатели к своему главному экзамену и какие темы представили, расскажет Альбина Ламкова. Я слабею! Что такое? Что произошло? Коллеги, обратите внимание, мы с вами близки к цели. Сейчас мы должны приступить к изготовлению волшебной витаминки. Нет, это не театр. Но малыши перевоплотились в исследователей, сыграли свои роли, как настоящие актеры. Театрализованная программа со спецкосюмами передала атмосферу научной лаборатории. С таким подходом к работе и багажом знаний крепкий иммунитет будет обеспечен. Педагог 31 детского сада «Золушка» Аида Найманова подчеркивает, что тема занятия «Стоп коронавирус» – это работа совместная с детьми. Помимо личностного и профессионального роста Аида преследует еще одну значимую цель – формирование привычек, здорового образа жизни у малышей, ну и, конечно, их развитие. У них восприятие очень хорошо развито в 4-5 лет. Поэтому эта тема, тема коронавируса, актуальна же в наше время. Здоровый образ жизни, здоровье, сберегающие мероприятия для моих деток – это не новость. Занятие прошло увлекательно и эмоционально не только для детей, но и для взрослых. К этому предшествовала трудоемкая работа. Теперь малыши знают, как справляться с проблемами и как избежать их. У нас был в лаборатории большой коронавирус. Мы изготавливали среднюю витаминку. Мы подружились с коронавирусом. Проведение открытых занятий – это одна из ступеней к победе на конкурсе «Воспитатель года России-2021». Уровень подготовки участников высокий. Этому предшествовали огромные затраты – интеллектуальные, моральные и материальные. Но в итоге все это возвращается с Торицей. И после появляется уверенность в собственных силах. Огромная мотивация в работе. Да и заявленная планка педагогического мастерства не позволит расслабиться. С каждым годом у нас приходят все время новые кадры молодые, которые владеют информационными технологиями, работают с детьми уже по новым образовательным стандартам, которые у нас приняты в 2014 году. Интересные материалы, конкурсные материалы. Готовятся к урокам. Очень много вы видите, обратили внимание, сегодня именно занятия по исследовательской деятельности. Финал регионального конкурса «Воспитатель года России-2021» пройдет 9 апреля. Победитель примет участие в заключительном этапе и уже на российском уровне. Участие в конкурсе дает педагогу возможность поиска правильных методов воспитания для развития и обучения детей. У малышей должно быть все лучшее, так как это наше будущее. Будущее республики и страны в целом. И чтобы они стали достойными, детям необходимо дать верное направление в жизни. Уже здесь и сейчас, в детском саду. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков. Вести. Карачаево. Черкесия. Это все вести. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Преступления». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...